Софийка, скажи всем привет, скажи всем доброе утро. Какая слухняна девчинка. Сразу такая ух и села. Давай держись за папу. Хочешь за руку? Ну давай. Мы идем в садик, почти дошли уже. Держись за папу. Целуешься. Ты думала, что она боится? Она же не боится ничего. Ну все, давай держись за папу. Она опять целует. Вот такой вот, ребят, неприкольный прикол вчера случился. Мой муж приехал с ночи, говорит, был очень уставшим. И что-то так ехал-ехал в гараж, ехал-ехал. Я так думаю, что он понадеялся на парковочные датчики. И въехал вот эту вот ляду. И такой, знаете, был хлопок. Я, если честно, будучи в доме, думала, что где-то сквозняком какая-то дверь закрылась. Ну нет, это было наше заднее стекло. Говорит сразу, куда и сон делся. У нас, кстати, Дель Каско, но это случай страховой, сказали, что поменяет это все по страховке без проблем. Единственное оно, что только 6-го числа они возьмутся за это вот на Mercedes-Benz. Поэтому приятного мало, ждать еще очень долго. Вот такая вот фигня, ребят. Вчера убирала здесь стекло, и оно было везде. Разлетелось вообще повсюду, он говорит, на мелкие-мелкие кусочки. Но я этого не видела. Ну он такой довольный, пришел, говорит, ой, все, у нас лет у заднего стекла. Он даже рад, что так случилось. Говорит, что очень хотел это стекло уже поменять. Но как-то потом, потому что оно было вот так вот поцарапано дворником. Предыдущий владелец жалел на нее денег. Ну, точнее, не жалел, ему было просто пофиг на эту машину. Вот. И мужа раздражали вот эти вот царапины. Он хотел это уже давно сделать. Ну вот, сделает теперь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok По поводу ревности. Когда к нему кто-то, мне очень часто все равно. Когда он кому-то, то вот тут уже я могу дать реакцию. По поводу того, что мой муж не изменит, не в состоянии беременности, не в состоянии вне беременности, никогда этого не боялась. Я вообще не из тех, кто будет ходить, проверять мобильный телефон, смс-ки, кто звонил, кому он звонил, там, знаете, в кустах сидеть, провожать его таким образом на работу, смотреть, с кем он там разговаривает перед тем, как там войти в свою, да, контору. Либо же там, наоборот, встречать его, ага, с кем там он вышел. То есть я вообще не из тех, никогда этого не делала, делать не собираюсь. Просто я считаю, что если ваш мужик хочет вам изменить, то он это сделает и в соседней комнате при желании. Ему абсолютно для этого каких-то суперских условий не надо. Да, вот еще вот девочка одна задавала вопрос, верю ли я, точнее, живу ли я по принципу вот от хороших жен, мужья не уходят. Слушайте, знаете, как говорят, жизнь прожить не поле перейти. И сегодня может у вас быть все хорошо, а завтра как-то не очень хорошо. Сегодня нужна поддержка вам, завтра поддержка вашему мужу. И так как-то вот мне кажется, ну это и есть нормальная семейная жизнь, да, когда вот по очереди друг друга как бы подтягивают, вытягивают. Вот, и когда вы эту поддержку даете, а вам, например, когда вы заболели, да, лежите в соплях, либо же по какой-то другой причине вас выбило с коллеги, и вы там не можете, например, думать о готовке, стирке или что там еще. Вы должны делать по мнению вашего мужа, либо вообще там по вашему уставу семейному. И в какой-то момент вы лишний раз не приготовили борщ, либо же там не постирали и т.д. и т.п. И ваш муж после того, как вам изменил этим, потакает, говорит, что ты, короче, негодница. Я считаю, что это, в общем, не ведитесь на это, я считаю, что это бред, и это, знаете, ну, скажем так, не совсем умный способ обвинить вас в своем косяке. И я и думаю, что эту фразу придумывали как раз мужики, либо же те женщины, которые тогда после измены такого мужика к себе назад приняли, как я говорю, назад в гнездо, когда вот он ходил-ходил, тендырочку свою пристраивал, пристраивал, бродил-бродил, а потом вернулся к ней, и она такая ходит, знаете, там, перед всеми соседями и перед этой любовницей. Видишь, с тобой был, а ко мне вернулся, потому что я какая, я офигенная, потому что я офигенная жена, и от хороших жен мужья не уходят. Это такой бред. Ну вот, мое мнение, это бред. Вот, по поводу того, разделяю ли я измену на одноразовую и какую-то там систематическую. Слушайте, для меня измена – это измена. Если это случилось раз, если это случилось два-три раза с одним и тем же человеком, либо же это вообще случилось с разными людьми, для меня это измена. Потому что, во-первых, это момент предательства, во-вторых, это момент, я очень близливый человек, и мне, знаете, вот знать, что мой муж с кем-то там, что-то там, как-то там терся, и это, это для меня жесть. Поэтому нет, вот я бы точно измену не простила. Ну и последний вопрос такого плана, боюсь ли я вообще развода. Нет, не боюсь, потому что вот даже если взять измену, это стопроцентно причина для того, чтобы развестись. Вот, даже если это случится когда-нибудь, то я точно знаю, что в этот момент небо на землю не упадет. Вот, я не знаю, конец света не наступит. Жизнь будет продолжаться, и я точно не из тех, кто будет, там, знаете, резать себе вены, устраивать истерики, идти на разборки с какой-то там любовницей, искать, выяснять, смотреть. А почему же так произошло? Ну, то есть это вообще, вообще не обо мне. Вот то, что я сделаю, это точно разведусь. Почему не боюсь? Потому что мне кажется, что, ну, во-первых, вот эта вот теория о том, что надо сохранить брак, потому что у вас дети общие, ради детей, как часто говорят, да, либо сохранить брак, там, блин, как вот, знаете, мне 5 лет назад, вот точно так же я думала 5 лет назад, почему я это запомнила, потому что 5 лет назад как раз я приехала в Норвегию, и вот такого плана дискуссия у нас случилась с девочками, которые уже на тот момент имели мужей, имели детей, и одна я такая зеленая, точно так же рассуждала, мне на это пытались парировать тем, что ты еще очень зеленая, у тебя нет мужа, у тебя нет детей, а вот когда будут, ты будешь думать по-другому. Поэтому ты, вот опять же, будешь сохранять, пытаться сохранить брак ради детей, потому что дети любят папу, папа любит детей, там, либо же, ну, вот просто привыкнешь к мужу, да, там, за сколько лет, и ты уже думаешь по-другому. И вообще, кому ты нужна с двумя детьми, к примеру, да, либо там с одним, не важно сколько их. По поводу того, вот, что нужно сохранить брак ради детей, это вообще, я, то есть, я этого вообще не понимаю, это для меня, ну, это бред-бредятина, потому что, ну, да, дети любят папу, окей, но если папа хороший папа, то даже после развода он останется хорошим папой. Поэтому, если он хреновый папа, то даже если вы будете сохранять такой брак, он таким же хреновым папой и останется. Такие дети, вот, у меня есть знакомая семья, подруга моя, да, у которой, кстати, тоже есть старшая сестра, и вот родители жили ради них, как она говорит, вот, постоянно говорит, вот, было мне 14 лет, они ради нас жили, было мне 18 лет, они ради нас жили, и при каждой ссоре, когда мама вот так вот нам выдавала, она выдавала, говорила, что я ради вас вот этого там, ты-ды-ды-ды-ды-ды, козла и ты-ды-ды, терпела. Ну, и она говорит, естественно, мы задавали ей вот этот вопрос, а кто тебя вообще просил-то об этом? При этом она сама несчастный человек, потому что она прожила с человеком, который ей вот здесь, да, ради детей. И она говорит, и нас она тоже счастливыми от этого не сделала, потому что родители, вот, сколько я, говорит, себя помню, жили в разных комнатах, как кошка с собакой, ну, типа, как вместе на одной территории, и вот воспитывали вместе детей. Ну, такой бред, честно, вот, для меня это вообще не аргумент сохранить семью. Почему еще женщины, вот, как я считаю, терпят такие вещи, как вот измены и все такие дела, короче, когда им срут на голову, извините, они терпят и сохраняют семью. Я думаю, что это от того, что они очень сильно зависят от своих мужиков, финансово в основном, да, когда вот пятая точка в тепле, и вроде как оно изменяет, и вроде как в семью-то приходит, и детей воспитывает. Пускай делает, что хочет, лишь бы со мной не развелся, лишь бы давал дальше деньги, лишь бы вот содержала и т.д. и т.п. Потому что сидела дома все это время, может быть, даже по просьбе того же мужа, который говорил, ну, ты такая классная, оставайся дома, храни очаг, воспитывай наших общих детей. И вот она зарылась в эту, знаете, рутину, годами там сидела, и уже не помню даже, как называется эта профессия, которую она там когда-то получала, и, да, диплом, который там у нее лежит, пылится уже несколько лет, не то чтобы там знать, что ей еще надо, и как вообще пойти эти деньги заработать. Ну, вот по причине этого, либо же по причине того, что женщины бывают очень часто не уверены в себе, потому что я считаю фраза вот такого плана, как «Кому я нужна с двумя детьми?» или вообще «Кому я нужна после скольких лет брака?» либо там, я не знаю, когда я уже так располнила очень часто, да, либо вот, блин, да разные там бывают оправдания, скажем так, да. Я считаю, что это просто вот низкой самооценки, которую очень часто ваш муж и растил, рассказывал вам, что вы там какая-то такая, не такая, кривая, касая лето поля, и что больше как ему вы никому не нужны. Вообще думаю, что если изменяют вам, то это проблемы того человека, который изменяет, потому что это на его совести, и если хотите, это его грех. Вы тут вообще ни при чём. И не слушайте, когда вам говорят, что вот вы тому виной, и вы просто плохая жена. Вы офигенные, вы красотки, и у вас всё будет хорошо, и поверьте мне, вот этот капец, который очень многие думают, что если вот мужик от меня уйдёт, он настанет, не настанет. Жизнь продолжается, и у вас через время, а может быть и сразу, вы поймёте, что вас просто боженька таким образом от него отвёл. Вот. Всем спасибо, что были со мной, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok